Добрый день, меня зовут Роман Бахтерев, я трейдер компании GoInvest. В этом видео мы разберемся, как же настроить рабочее пространство в веб-терминале GoInvest для среднесрочной торговли по техническим фигурам продолжения тренда, либо же разворотной информации. В первую очередь хотелось бы отметить, что в терминале есть возможность воспользоваться стандартной конфигурацией. Для этого переходим в Нотификацию, Конфигурации, Стандартный и выбираем среднесрочную торговлю. Конфигурацию можно использовать как основу для настройки, но мы настроим все с самого начала. Рабочее пространство терминала позволяет включить одновременно до 16 виджетов сеткой 4х4. При этом внутри каждого отдельного виджета можно добавить неограниченное количество других виджетов в виде вкладок. Что ж, для начала откроем «Инструменты» и настроим. Перетянем изменения в процентов вверх, цену, оборот, добавим объемы и также перетянем вверх. Включим двустрочное отображение. Список инструментов нужен для того, чтобы отслеживать изменения волатильности и оборотов, а также сортировать по ним. Помимо этого можно составлять свои списки тех инструментов, за которыми вы следите в первую очередь, например, идеи на предстоящую торговую неделю. Следующее. Стакан. Перетянем его вправо и выключим торговую форму, так как сделки я в основном совершаю на самом графике. А стакан мне нужен для того, чтобы отслеживать скопление плотностей на интересующих меня уровнях. Далее добавим ленту. Она нам необходима для того, чтобы отслеживать изменения волатильности и активность в инструменте здесь и сейчас. В настройках добавим время. Следующее, что нам нужно добавить, это графики. Целых три штуки. Виджет. График. И переносим направо. Добавим еще один. И еще один сверху. Расположим виджеты таким образом, чтобы графики занимали основную часть рабочего пространства. Также добавим список инструментов и все остальные виджеты в одну цветовую группу для того, чтобы переключая актив в списке инструментов, он одновременно переключался во всех виджетах, добавленных в группу. Возьмем, например, синюю. На графиках необходимо переключить таймфрейм. Сверху дневной, слева снизу часовой и справа снизу пятиминутный. Теперь давайте добавим необходимые индикаторы. Первый индикатор это средние скользящие, экспоненциальные. Чтобы добавить, вводим Moving Average Cross. Сразу же в индикаторах убираем двухсотую, оставляем только двадцатую и пятидесятую и меняем тип. То же самое делаем на часовом и при пятиминутных графиках. Средние скользящие на дневном графике помогают подтвердить тренд на часовом, найти точку входа и воспользоваться ими как одним из факторов для переноса позиций через ночь на пятиминутном подтверждение точки входа. Следующее добавим объемы. Я использую Volume Underlay. Те же самые объемы, только не занимают пространство на графике. То же самое добавим на часовом графике. Ну и последнее, что необходимо, это Average True Range на дневном графике. Теперь все. EMA используем для подтверждения и поиска точки входа. Объемы для валидации идеи. Допустим, если идея в Short, то конечно же хотелось бы увидеть растущие объемы именно в шортовых ходах. Ну и последнее, это ATR, который позволяет убедиться в том, что импульс достаточен для построения шортового или лонгового паттерна. Что ж, это все те виджеты и настройки, которые я использую для своей среднесрочной торговли по фигурам технического анализа на продолжение тренда либо разворота. На этом все. Подписывайтесь на канал и оставляйте ваше мнение в комментариях. А я желаю вам правильных решений на финансовых рынках и прибыльных сделок. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok